Хоба! Ну что, попили, теперь новости послушаем, да, программа «Маяк в действии». Интересно, раньше у нас вот Обама был президентом, да, вообще никогда про него ничего, да? А сейчас день начинается, как эта песня, лишь бы день начинался и кончался тобой. Всё время Трамп, 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 теперь жена его подключилась, тоже там какие-то дела вершит, какого-то там выдавила начальника. Не очень это хорошо, мне это не нравится. Вот он с Путиным поиграл там, где-то там в Финляндии, да, и вот теперь тоже таким же стал. Нехорошо это, ещё раз скажу. Ладно, ну а вот о России, ну какие новости? Владимир Путин посетил Псково-Печерский монастырь в сопровождении Тихона Шевкунова. Это его как пастырь, что ли. Ну, в общем, два. Ух, нельзя такие слова говорить. Ладно. Следующая. Россия ведёт ограничение на транзит в Казахстан мясо птицы из США. Ну, вообще, странно очень, да? Ну, просто транзит, вот проходят поезда. Нет, нужно запретить. Не для России, нет, для Казахстана. Мясо птицы идёт из США в Казахстан, а Россия его запрещает. С какой свету радости? Ну, просто где-нибудь подкакать. Герман Греев, да, руководитель Сбербанка. Россияне стали больше зарабатывать и тратить. Ох, какое счастье! Какое счастье! Тратиться они стали больше, потому что всё дороже стало. А ну вот и дальше. В России подорожают овощи и хлеб. За последние пару недель огурцы стали дороже почти на четверть. Помидоры почти на 14%. Ещё репчатый лук. Ну, самое такое вот то, что... Эксперт отметил, что скоро к дорогим овощам можно будет добавить и морковь. Цена на неё пойдёт вверх. А к весне морковь будет стоить вообще ужасно. Да, всегда так бывало морковь. По весне всегда очень много. Много стоит. Ну вот, опять же, вот это вот глава Сбербанка Герман Греф заявил, что россияне стали больше тратить. Сейчас везде склоняют это. Ага. Аналитики прокомментировали покупку России американских гособлигаций. Ругаются с Америкой, а гособлигации покупают. Одно время совсем не покупали что-то. Даже там забирали то, что было. А сейчас опять покупают. Вот, не, ребят, не будет войны. Ну как же они будут воевать, если они накупили их облигации? Понятно, да? В России вклады населения в банках с начала года выросли на 2,3%. Да ну... Это... Самое главное, что прибыль российского банковского сектора выросла в 1,7 раза. Да, о как... О как... Никакой автоматической передачи Курильских островов Японии не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков. Вот, а первое, значит, первый комментарий. На прямой линии с Путиным. Уважаемый Владимир Владимирович, а можно еще вместе с Курилами отдать Японии в Вологодскую область? А то мы здесь уже офигели от вашей стабильности. Хочется хоть перед смертью пожить в нормальной стране. Вот такие комментарии. Второй комментарий. Будет передача в вручном режиме. Да мурыжит он этих японцев, да. Вот, ну, мурыжит просто и все. Всех самураев хочет обмануть. А что-то я не помещаюсь уже. Здоровый стал доктор. Ладно. Всего хорошего. Ну, нет никаких новостей особо. Уже испели и все. Надо мне закругляться, идти кушать. Вот и отдыхать. Доктор будет отдыхать. Пока. Продолжение следует.